Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Битва теплиц» и я ведущий Сергей Новиков. Этот сезон, я имею в виду осенний, зимний и даже весенний, стал настоящим бедствием для многих обладателей подобных сооружений. Ну, судите сами, огромное количество снега, часто очень влажного, который просто массой раздавил многие теплицы. Те, кто приехал на участки, сейчас осматривают повреждения, подсчитывают расходы и думают, как же быть дальше? Покупать ли новую теплицу или возрождать старую? Давайте посмотрим, как пережила зиму эта теплица. Пойдемте сами. Теплица, в которой я сейчас нахожусь, имеет стандартный каркас, но дело в том, что здесь предусмотрена сдвигающаяся крыша, сдвигающаяся набок. С одной стороны, это гигантское преимущество. Во-первых, это позволяет проникать сюда прямо на грядки дождю, то есть естественным природным осадком. И с другой стороны, можно проветривать теплицу очень хорошо. Но именно в этом сезоне вот эта конструкция показала и свои недочеты. Посмотрите вот сюда. Сдвижная крыша образовала очень сильные щели. Это то, с чем мы должны будем с вами бороться в первую очередь, потому что теплица при образовании подобных прорех будет действовать очень плохо. То есть это не будет, по сути, теплицей. Она не будет удерживать тепло. Поэтому первое, на что я обратил внимание, это то, что поликарбонат неплотно прилегает не только к основанию, но даже листы не очень хорошо совпадают на стыках. Вот только стоит немножечко подуть сильному ветру, и движение воздуха, холодного воздуха идет прямо под крышу теплицы. Начать работу с теплицей я предлагаю все-таки с подгонки панелей для того, чтобы уменьшить прорехи, которые будут вызывать утечку теплого воздуха. Затем еще раз помоем. В прошлом году мы как раз ее консервировали по всем правилам. И, конечно же, ой-ой-ой, а вот я обратил внимание еще на одну вещь. Видите? Очень большие промежутки между лагами вызвали провисание поликарбоната тонкого. То есть здесь изначально нужно было предусматривать поликарбонат с увеличенной толщиной ячейки. Именно он не стал бы причиной вот таких вот провисов и прогибов. Я думаю, что часть вот этого листа нужно будет поменять. Это тоже встанет в некоторую сумму денег. Ну и, конечно, работы в такой теплице будет недостаточно. Да, это стандартная теплица, которая чаще всего оказывается на наших участках. Но прошлой осенью мы подготовили для вас некий сюрприз – инновационную теплицу. И теперь пришло время посмотреть, как она пережила эту зиму. Александр, первым делом, как владельца теплиц, я хочу тебя спросить, как ты пережил эту зиму? Что было с теплицами, какие меры приходилось принимать? Слушай, ну, пережил сложно вообще-то, вот, потому что… Жалуйся, жалуйся. Ну, зима была действительно тяжелая. Основная проблема была вообще до них добраться, потому что здесь буквально месяц назад снега было по поясу. Такие ощущения испытывал, когда на снегоходах в Мурманске катался, вот, и что-то так проваливаться. Поэтому даже, чтобы внутрь пройти, приходилось еще приложить усилия, чтобы вообще дверь откопать. А теплица – это строение, соответственно, где-то должно еще и наметать. Еще и как наметал. Ты знаешь, вот, на вот эту теплицу намело так, что она даже провалилась. Я вот тебе там фотографии покажу. То есть это ты уже восстановил? Видимо, да. Не, она сама восстановилась, вот, я думаю, что нет. Вот, видимо, вот этот вот реброз, который опускается, оно послужило препятствием для снега. Он не сожжал. Он был мокрый, да. Но, тем не менее, я увидел проблемы в этой теплице, да, которые потом потребуют решения. Ну, ее надо ремонтировать, да, тут нужно поменять поликарбонат. И я вот все переживал по поводу новой теплицы, потому что ей еще даже попользоваться не успели. Поставить осенью новую теплицу с хорошим поликарбонатом, с отличным каркасом, и тут тебе на такой. Вот, да. Ну, она прекрасно выдержала все, вот, ничего с ней не случилось. С ней очень хорошо сходил снег, вот этот мокрый, который в этом году был. Вот, поэтому вот с ней проблем как раз и нет. Александр, вот здесь сразу видно преимущество поликарбоната, да? Да, почувствуйте разницу. Почувствуйте. Ни одной капельки воды, а здесь теплица полностью запотела. А что значит теплица запотела? Ну, наверняка, это значит, там внутри вода. Так. А вода, там твои любимые водоросли. Обязательно. А водоросли зеленые, они будут принимать весь свет на себя. И не будут пропускать. Да, а тем, кто внутри окажется этой теплицей, растения будут чахлыми, несчастными. А вот то, что касается этой теплицы. Ну, здесь более, да, привлекательного. Да, эта теплица покрыта поликарбонатом Актуаль Био. И он, помимо технических своих характеристик, еще обладает очень важным качеством. Он прозрачен, он пропускает свет. И более того, лучи ультрафиолетового спектра, которые вредны растениям, он... Убирает. Убирает. А вот то, что нужно, весь спектр попадает на листья растений и улучшает рост растений. И главное, урожай. Ну, за урожай бьемся, правильно? Да, но меня еще порадовало, что и мыть не надо после зимы. После зимы Актуаль Био абсолютно чист, красив, блестящий. Я доволен. Ты знаешь, я тоже. И что важно, в теплице, которая покрыта поликарбонатом Актуаль Био, создается особая атмосфера, особый микроклимат, который позволяет расти растениям лучше всего и, соответственно, давать отличный урожай. Ну что, Саш, проверим? Да. А я пойду заниматься старой теплицей, приводить ее в порядок. Давай. Для мытья этой теплицы подойдут только очень нежные, очень мягкие материалы. Вот, например, такая тряпка из микрофибры или вспененный материал на основе пенополиуретана. Самое главное, никаких царапин. Ведь для теплицы, которая покрыта поликарбонатом, любая царапина – это уменьшение светопроводимости. А уменьшение светопроводимости – это малое количество солнца, солнечных лучей для наших растений. А мало света – значит и маленький урожай. О, прибыла вода. Где-то я эту картинку, как ты моешь, все, уже видел. Я везде мою. Помимо того, что… Хорошо, что ты воду принес. Я знал, я знал. И уже добавил средства для мытья. Вот обычные средства для мытья не подходят. Они либо разбавляются очень хорошо, чтобы не было никаких разводов по всей поверхности поликарбоната. И самое главное. Вот чаще всего мы из экономичных целей протрем изнутри сверху дождичком. Смотрим. Нет. Та пыль, которая осела за зиму, она имеет очень жирную структуру. Она сама не смоется. И год за годом она будет просто накапливаться. Ну да, которая теплица, которой 5 лет она или 10, она уже там такого матового цвета. Это точно. Коричнево там очень присутствует, о котором мы говорили. Поэтому очень аккуратно протираем. И вот тут как раз и обнаруживаем самые разные проблемы. Вот при сдвигании этой крыши, посмотри, вот здесь вот уже начался процесс. Это сначала тут появятся небольшие фрагменты грязи, да, потом водичка сюда стекает. Тут чуть ли не самозарождение, правда, которого не бывает. Но тем не менее споры попадают, вот тем более что. Ну, это уже на замену, в общем-то, я так понимаю. Ну, я так понимаю, что да. Потому что те щели, которые здесь образовались, они не предполагают называть это строение теплицей. Теплицы. Теплицу мы более-менее привели в порядок, но у меня к тебе вопрос. Вот как обычному дачнику, который не владеет специальными агрономическими терминами, знаниями и так далее. Хотя ты уже человек продвинутый. Скажи мне, вот в прошлый раз, в прошлом сезоне, мы завезли землю. Нужно ли в этом сезоне менять ее? Слушай, я бы вот, там ее немного, я бы вытащил, поменял ее. Ну, чтобы точно. Да, во-первых, это средства, это силы, это, опять-таки, заказ машины. Но я хочу предложить вариант, который будет экономичнее и позволит восстановить плодородие почвы в наших теплицах. И все это благодаря одному очень интересному моменту. И это решение предложила нам компания «Буйские удобрения», как раз со специалистом которой мы и поговорим. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, когда нужно удобрять растения? Сейчас ли, прям по ранней весне? Ну, смотрите, теплица чем хороша? Тем, что можно начать заниматься работами в ней гораздо раньше, чем на открытом участке. Здесь уже тепло, солнышко пригревает, грунт уже отошел от мороза. Мы даже это можем посмотреть. У нас земля довольно-таки рыхлая. То есть первые, самые начальные работы мы можем провести очень, как бы, рано. И, допустим, можем подготовить почву к посадке. Первый элемент, который нам необходим, это обеспечить будущее растение комплексным питанием. Любому растению, которое будет в этой теплице расти, нужен комплекс элементов. Азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы обязательно. То есть та питательная среда, которая необходима для полноценного развития любого растения. Этим мы и можем заняться. Сейчас для посадки растений еще рано, земля холодная, но она рыхлая, и в нее можно внести удобрения. Те почвенные удобрения, которые и обеспечат нам будущий урожай. А какие из удобрений нужно применять в первую очередь? Ведь даже в вашей линейке их очень много. Действительно, видов удобрений очень много. Известно садоводам также классические удобрения, стандартные минеральные, которые вносят в почву. Но есть некоторая сложность с этими удобрениями. Нужно разбираться, хорошо понимать, какие, в каком количестве. И одним видом не обойдешься, потому что есть удобрения азотные, есть фосфорные, есть калийные. И нужно обладать некоторой степенью грамотности, чтобы внести то количество всех этих видов, чтобы оптимально обеспечить растение питанием. Вот именно поэтому у вас и существуют универсальные? Да, мы нашли и разработали такой универсальный вариант удобрения, который позволяет пользоваться любому садоводу, огороднику, и не думать о том, сколько каких нужно отдельных видов удобрений. В этом удобрении уже все имеется, оно универсальное, содержит в себе весь набор макро- и микроэлементов. Плюс в этом удобрении есть гуминовые вещества и микробиологическая добавка. А для чего нужны гуминовые удобрения? Смотрите, у нас новый грунт в этой теплице. Здесь какое-то количество питательных элементов может быть, но мы наверняка об этом не знаем. Для того, чтобы растение развивалось полноценно, как я уже говорил, нужен комплекс элементов питания. Но когда растение только начинает развиваться, корневая система еще недостаточно развита, и полноценно взять из удобрения элементы питания растение еще не может. Так вот, гуминовые вещества, которые входят в состав этого удобрения, они являются в некоторой степени стимуляторами развития корневой системы и помогают более активно начать развиваться в любом растении. Именно вот на начальных фазах его развития. А в какой форме эти удобрения? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на наше удобрение. Удобрение выглядит следующим образом. Это гранулированное удобрение. Гранулы состоят из торфа. Это торф низинный, который мы используем при производстве удобрений. Внутри этих гранул в полном объеме распределены элементы питания. Это удобрение обеспечивает пролонгированное питание в течение всего сезона. Органическая гранула не дает взаимодействовать почвенной среде напрямую с элементами питания, которые внутри этой гранулы, тем самым сохраняя все полезные вещества для растения как в кладовой. Гуминовые вещества находятся на поверхности этой гранулы. И таким образом новая молодая корневая система, которая начинает появляться, она сразу уже чувствует присутствие гуминовых веществ и, естественно, положительно реагирует на их влияние. Также на гранулы этого удобрения наносится микробиологическая добавка. Это две полезные почвенные бактерии – бациллус субтилис и бациллус муциллогенозус. Их задача бактерий – обеспечить превентивную защиту корневой системы молодых растений и уже взрослых растений от возможных корневых заболеваний, а также обеспечивать дополнительно фосфором и калием, труднодоступным для растений, которые находятся у нас в грунте. А теперь давайте поэтапно. Как будем применять? Это удобрение почвенное. Его не надо разводить в воде, не надо замачивать. Оно вносится в сухом виде. То есть мы берем определенный объем этого удобрения и распределяем по поверхности почвы. Затем перекапываем. Что касается этих удобрений, поливать их нужно сразу, чтобы они растворились, или все произойдет само собой? Когда мы удобрения вносим в почву, почву мы рыхлим, либо перекапываем, и сразу нет необходимости поливать. Поливать мы будем уже тогда, когда будем высаживать наше растение. А какая пропорция должна быть и как правильно вносить? Удобрения можно вносить двояко. Первый способ – это, допустим, вот сегодняшняя наша ситуация, когда у нас почва абсолютно пустая, в ней никогда ничего не выращивалось. Тогда мы можем поступить следующим образом. Это 100-150 грамм удобрения на квадратный метр почвы. Мы рассыпаем удобрение по поверхности и производим неглубокое рыхление на 5-10 сантиметров. Второй вариант внесения удобрения – это локальное. Оно более экономичное, более выгодное, но тоже имеет место быть в применении. Это при высадке рассады под каждое растение в лунку 20-30 грамм при горшине. Дмитрий, большое спасибо. Я думаю, что в этом сезоне мы еще с вами неоднократно встретимся и посмотрим на результаты действий ваших удобрений. Сереж, ну мне, конечно, не терпится заняться все-таки техническим, так сказать. По почвам у нас и семенам ты специалистов. Мне интересно, ну ты помнишь, в прошлом году мы лайтово так по технике прошлись, на мой взгляд. В этом сезоне ты решил усугубить. В этом, да, в этом будет прямо, если не по полной программе, то вот сильно больше. Скажи вообще, какие решения технические, да, ты заготовил для работы в этой теплице в этом сезоне? Да, ну смотри, ты мне много рассказывал про свет и про температуру. Это важно. Да, это важно, вот, для создания микроклимата. Я так понимаю, что растениям желательно, чтобы свет был всегда. Вот, поэтому мы установим в теплицу лампы, которые будут управляться специальным прибором, который будет их специальным образом включать. Более того, они еще будут регулироваться от роста самих растений. Вот ты мне сказал, свет должен быть постоянный. Я так напрягся, потому что у растений все-таки существует две фазы. То есть им нужно спать? Им нужно спать. И в этот момент как раз происходит другой цикл обратный, который восстанавливает растения и обеспечивает. Как нам сон необходим, так и растениям тоже необходим сон. Но мы-то живем в климате, который слишком близко к полярному кругу от идеальных условий. Зона рискованного земледелия. Да, рискованного земледелия. Поэтому мы должны немножко удлинить световой день для того, чтобы растения почувствовали себя где-нибудь во влажном Средиземноморье. Так вот, мы в нашу теплицу установим фитолампы «Экосвет» от компании «Юнион». Они очень просты в монтаже. То есть их ставишь, включаешь в розетку, по сути, и все работает. Единственное, мы добавим прибор, который будет как раз нам позволять регулировать время их горения. То есть чтобы они включались в нужный момент и выключались. Да, чтобы растение соблюдало свой ритм жизненный. И мы опять-таки экономили. Зачем нам нужна светящаяся лампа в течение ночи? Да, конечно. Но тем более, что они, в принципе, по мощности электричество все-таки расходуют. А на даче электричество чаще всего оказывается у нас более дорогим, чем в городе. Да, электричество действительно дороже. И у нас вторая теплица, она более технически оснащенная. Но она и стоит более оснащенная. И нам как раз и хотелось бы сравнить, стоит ли вот эти вложения вообще делать. И что мы получим с помощью вот этих технических средств. А вот как раз сейчас я и хочу объяснить, в чем же заключается битва теплиц данного сезона. У нас теплица восстановленная. Теплица оснащенная по самым современным канонам техники, начинки и так далее. И мы посмотрим, где можно сэкономить, восстановив теплицу. А где разные технические приспособления, опять-таки, помогут снизить нам себестоимость выращенной продукции. А самое главное, где получится больше урожай. Давайте посмотрим. Наверняка вы тоже захотите понять, какая из теплиц будет лучшей. Теперь осталось только установить свет. Да, мы сейчас как раз этим займемся. А с твоей помощью потом отрегулируем как раз вот, когда что должно быть. Хорошо. А я пока займусь этой теплицей, тут почва требует небольшой доводочки. Хорошо. Данный фитосветильник рекомендован размещать в стык друг к другу вдоль грядок. Благодаря регулируемой системе подвеса фитолампу удобно настроить для освещения как высоких, так и низких растений. Экосвет Юнион активизирует фотосинтез растений в любое время года взамен летнего солнца. Позволяет получить отличный вкусный эко-урожай круглогодично. Корпус сделан из крепкого алюминиевого материала и покрыт защищенным силиконом. Он не тускнеет и не темнеет со временем, в отличие от пластика. Кроме того, корпус влагозащищен, что очень актуально для теплицы. Срок службы Экосвет Юнион около 10 лет. А вот они, собственно, и лампы, да? Да, мы уже все смонтировали. А я с ними знаком. Да? Да, и более того, я знаю преимущества их, в отличие от тех же самых ламп, я не знаю, накаливания или даже ламп фита. Так. Здесь очень равномерно распределяется спектр света. То есть каждое растение со всех сторон получает необходимое количество именно того спектра света, который необходим. Здесь находятся светодиоды разного типа, что обеспечивает как раз полный спектр необходимого для растения практически солнечного потока. И что еще очень важно, вот у этих ламп есть особенность, мне кажется, очень важная для наших весенних теплиц, то, что отражает эта лампа достаточное количество тепла и опять-таки обогревает теплицу. То есть здесь все преимущества налицо, что называется. И мы можем этот свет распределить по всей поверхности теплицы. Это очень и очень важно. Не одну повесили лампу, которая вот будет работать на центре, а по всей длине теплицы и даже самый крайний уголок будет освещен и будет давать урожай. Ну, мы решили для чистоты эксперимента среднюю грядку оставить без ламп, смотреть, как будет работать вот с ними и без них. Ага. Вот. Ну, ты знаешь, они светятся очень красиво. Включаем. Запущай. Вот так вот. Ага. Ну, теперь я вижу. О-о-о-о. То есть я когда первый раз включил, прямо дискотека тут. Вот. А представляешь, как это будет смотреться хорошо вечером? И самое главное, вот мы, когда приезжаем на дачу, включаем, досвечиваем теплицу, да? Но это не будет иметь никакого смысла, если продолжительность досвечивания будет меньше 12 часов. Именно ежедневное 12-часовое освещение будет работать на урожай, будет работать на пользу растениям. Сегодня ученые уже уверены, что для каждого растения важен особый спектр, особая его часть спектра, да? Поэтому здесь компания предусмотрела светодиоды самого разного типа, которые являются универсальными. Любое растение, которое будет под этими лампами находиться, будет получать все необходимое. А значит, будет рост, будет урожай. Вот, несмотря на такой дискотечный свет, на самом деле, общее излучение дает такой розовый оттенок, что приятно для глаз. Во-вторых, эта лампа защищена кожухом. Опять-таки, мы не видим этого света. А в-третьих, мне очень приятно, что это разработка не только для России, но и для Европы. Вот ты знаешь, я вот смотрю, что здесь происходит. Тут вместе с грунтом нам завезли уже и растения. Ты знаешь, она уже растет. Я так понимаю, что, в принципе, наверное, уже и сеять можно, что ли. Да. Ну, во-первых, я смотрю, что тут есть. Марь, белая или лебеда – замечательное пищевое растение. На Руси использовалось с большим успехом в качестве заменителя салатов. Причем по пищевой ценности и по содержанию каротина. Это прекрасное овощное растение, к сожалению, забытое. Надо его возрождать. Тут выросло... А вот это что? Это что-то такое прям красивое. Это из семейства. Разве не узнал? Огурец, что ли? Это кабачок. А, кабачок. Кабачок, кабачок. Да, вот у него замечательные два семидольных листочка. И уже появляется вон третий молодой листочек. В принципе, это уже готовая рассада. Да. Начинка теплицы уже потрясает воображение. Я, правда, не представляю, как все это будет работать и как нужно будет за этим ухаживать в течение всего сезона. Пусть это будет на тебе. А вот что сажать, какие культуры здесь поселятся – это уже моя забота. Правда? В следующий раз, в следующей программе. До следующей программы. Там мы увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова